Всем маткульт привет, друзья! Особенно тебе, Боря Трушен! Боря, вернись! Была такая песня у Шнура лет 20 назад, но он про Борю Ельцина. Так вот, я, Борь, посмотрел твой ролик про задачу вот эту 2012, да, равно А плюс Б плюс С плюс Д плюс Е плюс Ф и делить на их обратные. Ну и, если честно, я и до этого уже как бы сам допер, что действительно задача, ну, как бы, наверное, можно догадаться, ты прав, я согласен, да, наверное, в интернете Саватеев был неправ. Но я еще увидел, что ты мне задачу дал на усвоение материала, задачу, да, что здесь вместо 12, 22, а здесь еще прибавляется GH, ну, а дальше тоже самое. Ну, это, конечно, понятно, что после того, что ты полностью растолковал, да, Е зря, наверное, потому что Е это основание натуральных логарифмов, ну, уж ладно, что поделать. Кстати, всем привет из Кавказского математического центра, где я сейчас это пишу, в Адыгее, в Майкопе. Вот, небольшая рекламная пауза была. Так вот, ну и ясно после этого, конечно, после того, что ты объяснил, это просто задание, скорее, видимо, для всех твоих слушателей, а не для меня. Я, конечно, сразу уже и решил. То есть я уже знаю, как решать. Я еще, как это, я еще не произвел соответствующие действия. Но уже понятно, что надо, как ты говоришь, перенести вот эти все сюда, и теперь, значит, мне нужно только разбить в группы делителей, да. Идея действительно очень изящная и красивая. Что-то почему-то я как бы не подумал, да, тогда. То есть мне нужно установить взаимооднозначное соответствие между этими и вот этими по, там, типу, там, А на Д в минус первый, как раз будет 2022 и так далее. Ну и вопрос, хватит ли мне делителей числа 2022, да, для этого, чтобы найти 4 такие пары. Ну, давайте, друзья, разложим прямо вот в лед. Возьмем и разложим. Я специально эту задачу увидел и сразу же, сразу же бросился записывать, чтобы был чистый эксперимент, чтобы я решил ее в режиме онлайн. Значит, 2022 это 2 на 1011, и там явно есть делимость на 3, потому что 1011 сумма цифр имеет 3. 1011, 334, это будет 1001, 1002. Да, значит, 337. Вот. Так. И что? А, ну да, 337 может быть простой, может нет. Я думаю, что оно простое, но мне на самом деле этого уже не надо. Я уже здесь вижу нужные 4 пары. А именно 1, 2022, соответственно, скажем, А и Б, да, это будут. Потом 2, 1011, 3, здесь 337 умножить на 2 надо, значит, 674. И 6, ведь еще как бы из 2 и 3 можно соткать 6. И 6 будет в паре с 337. Ну и ясно, что вот как раз ответ будет такой, что вот это вот все, вот эти 8 чисел, вот, они и будут представлять собой ответ. Хорошо. Ну, давайте для полноты эксперимента 337 разложим на множители. Так. Ну, мастер-класс, да, для тех, кто не умеет это делать, нужно вычислять до корня. Корни из 337. Корень это чуть меньше 19. Соответственно, нужно проверять 2, 3, 5, 7. 11, 13, 17. Так. Ну, 2 не делится, 3 не делится, сразу видно. 5 тоже по последней цифре. 7. Если бы делилось, то вычитаем 7, остается 330. Делим на 10, 33 на 7 не делится. 11 тоже признак делимости, счет 3 минус 3 плюс 7 нет. 13 прибавляем, 13, 350 делилось бы, а 35 не делится. Значит, 17, 337 минус 17, 320, 32 не делится. Все, все, простое. Итак, твое домашнее задание я полностью выполнил, а тебе хочу дать новую задачу. Мне все время пишут, Алексей Владимирович, что происходит в Зориче на страницах, где куичные системы исчисления? Куичная система исчисления в книге Зорича, в Зориче. Ну, там, по-моему, 60 какие-то страниц, 65 или что-то в этом духе. Я точно не помню наизусть. Но дело в том, что когда я туда посмотрел, я что-то немножко обалдел. Он берет и делает Зорич действительно... А я все отвечаю, да все там в Зориче нормально, но сам даже не заглядывал. И вот я заглянул, а там ад какой-то кромешный. Там Зорич пытается раскладывать в нецелых системах исчисления. Говорит, ку, пусть положительное, просто какое-то число. Ну, допустим, больше единицы. И дальше фигачит он, не предполагает целочисленность. Ну, понятно, что если там ку будет целый, то это обычное разложение в куичную систему исчисления. А он что-то настаивает на том, что это можно сделать там при нецелых ку. Ну, вот, например, там при каком-нибудь ку равном полтора, не знаю, да, там вот ку равно полтора. Как ты это сделаешь? Я и так и сяк пытался, и так и сяк. Но у меня какая-то, получалась какая-то фигня. Но все равно, вот если я, понятно, что первый шаг сделать можно. Можно разбить всю положительную полуось на отрезки, значит, между ку в итой и ку в и плюс первой. Вот, здесь так, а здесь так. Ну, и как бы число попадает в соответствующий отрезок, и, соответственно, мы пишем для него первое, значит, вот, что ку в итой. То есть, там, в этой системе исчисления будет на итом месте стоять единица, да. Дальше мы хотим узнать следующий, следующий, как бы, знак, да. Ну, не на итом месте стоять единица, неправильно говорю. А у нем будет и знаков, грубо говоря, до запятой. Но дальше начинается какой-то трэш, потому что мне нужно разбить, мне нужно отступить от ку, сделать 2 ку, да, 3 ку. И вот я перехлёстываю, получается, что если число здесь, я ему, значит, должен целое вот это вот количество ку, которое укладывается, 2 ку. Но тогда на каком отрезке следующее будет жить? В общем, честно говоря, я не понял, что Зорич и Нел в виду. Не понял, не понимаю. Я не понимаю, как использовать нецелые системы исчисления. Я сдаюсь, Боря, научи меня. Заодно всех, кто мне пишет, научи этому. Или скажи, что Зорич ложанулся, это будет круто, но это может быть, в принципе, но это было бы очень круто. Вот, а в завершение еще хочу сказать одну вещь. Значит, были новости мая только что. Я забыл упомянуть, мне прямо так стыдно было перед ребятами. Вышел офигеннейший ролик в Татарстане, в Республике Татарстан, в библиотеке, в Национальной библиотеке Республики Татарстан был книжный блиц. Меня спрашивали, там, моя любимая книга, там, что там я... Ну, короче, все связанное с книгами. Вот такой ролик, а я забыл порекламировать его. Вот здесь, в описании, он будет, а заодно там же будет круглый стол красота науки, в котором я участвовал первые несколько минут, а потом убежал на поезд Татарстан-Казань-Москва. И еще заодно, уж до кучи, здесь, в описании, ссылка на только что вышедшую нашу беседу про массовую школу на портале спец, на канале спец. Вот так. Вот, теперь, кажется, все. Ну и когда-то выйдет еще вот в РБК мой ролик. Ну а пока всем... А пока всем от культ пока. Пока!